Итак, президент Владимир Путин сегодня назначил временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ранее Глеб Никитин занимал пост первого заместителя главы Министерства промышленности и торговли России. Валерий Шанцев подал в отставку. Это нормальное настроение, рабочее, как всегда. Куда планируете? У меня есть несколько предложений. Первое предложение – это Совет Федерации с сенатором. А второе – в какую-нибудь госкорпорацию. У меня тоже есть большой опыт. Я много бизнеса спасал и в Москве, и здесь. Как вы знаете, я люблю работать, поэтому просто так взять должность, на которой сидеть и деньги получать – это не для меня. Дело все в том, что команда губернаторов – это команда президента. И президент принимает решения тогда, когда он считает это целесообразным. Вы думаете, я в 2005 году ожидал, что меня пригласит президент и скажет, давай, поезжай в Нижегородскую улицу. Конечно, не ожидал. То же самое и сейчас. Президент решил новую концепцию своей команды утвердить, новую стратегию. Это как в спорте, знаете. Есть ветераны, а есть молодежь. Если ты хочешь в стратегическом плане достигнуть какого-то результата, конечно, нужно уменьшать количество ветеранов и больше вводить молодежи. Тренировать, учить, заставлять качать мускулы с тем, чтобы работа была более эффективной и результат на табло. Ну, а я думаю, что вот если так по аналогии со спортом провести, спортсмен в среднем работает активно до 30 лет. Наш возраст, как вы знаете, пенсионный – это 60 лет. Вот я сверх 30, уже десяток проработал. Вы найдете спортсменов, которым по 40 лет, единицы, ягр там. Ну, это же звезды мирового спорта. Поэтому я считаю, что я долгожитель в этой сфере. И нормально это воспринимаю. Не считаю, что это решение меня каким-то образом оскорбляет. Тем более, что претензий ко мне никаких нет. Это вчера президент, как вы знаете, подписал указ о награждении у меня очень высоким орденом. Второй степени заслуга перед Отечеством. Такой орден не каждому дается. И там четко написано. За большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетний добросовестный труд. 70 лет – это солидный возраст, скажем. Я, правда, если честно, чувствую себя на 50. Я вообще считаю, что мне в жизни повезло, что я здесь работал 12 лет. Могу сказать, что пришел я сюда варягом, а ухожу отсюда нижегородцем. А вообще, честно вам скажу, у меня 85 дней неотгуленного отпуска еще. Так, около трех месяцев. Поэтому надо отдохнуть немножко, ладно? Ну, если честно, мне тяжело в последнее время было, потому что я здесь один, Татьяна Владимировича не было. И не постирать, не покушать. Три года уже тут здесь один – тяжело было. Поэтому какой-то выход вот сейчас даже в таком личном плане состоялся. Давайте, не скучайте. Придем на чемпионате мира. Успехов вам! А вот как отставку Валерия Шанцева прокомментировали депутаты областного законодательного собрания. За время его правления в качестве губернатора реализовано реально очень много достойных масштабных проектов. Это южный и северный обход, это и метромост, это и достройка объектов социально-культурно-бытового назначения. Задачи, которые он брал на себя, они масштабные, они реально такого федерального уровня задачи. И он, я считаю, поднял очень высоко планку эффективности работы губернатора. Очень был хорошим хозяйственником. Валерий Павлинов в первую очередь в части больших проектов, которые были в области и в городе. Это и метро, это и метромост, это и фоки, но это можно продолжать. Это объезд вокруг Нижнего, это и Кировское направление. Я думаю, в истории будет оставаться все-таки то, что человек сделал хорошего. Но это будет лет через 30-50. Нет, серьезно. Должно пройти время, чтобы оценить трезво, а какой же это был руководитель. Я счастлива с плотностью работать в течение четырех лет, возглавляя законодательное собрание. Человек-дела, человек-слова, глубоких познаний во всем, аналитический склад ума, слушает, прислушивается ко всему. Очень такой позитивный политик. На мой взгляд, многое, что сегодня делается в нашем регионе, благодаря губернатору, оно получает развитие не только на территории нашего региона, но и является примером для многих других территорий и субъектов. В целом, если оценить, я хотел бы оценить это как энергетик. Почему? Потому что, ну, это, так сказать, моя базовая специальность, это моя жизнь. Что было решено в первую очередь, конечно, в Нижегородском регионе за время работы Валерия Павловича, это первое, мы ушли от энергодефицита области, от энергодефицита региона. Что это дало? Это дало определенный потенциал для развития промышленности, производства, ну, и в целом всей деятельности региона. С момента прихода Валерия Павловича по сегодняшний день изменилась работа исполнительной власти области, темп стал быстрее, задачи стали амбициознее. Основной показатель работы правительства – это бюджет. Мы знаем, что он стал в разы больше. И такой, я бы сказал, системный подход к реализации непростых, сложных и социальных, и инженерных проектов. Ну, перечислять их, наверное, смысла нет. О них знает каждый нижегородец. Вот что о 12 годах работы Валерия Шанцева говорят простые нижегородцы. Только на 5 плюсов. Видимо, какие изменения в городе и в области. Дороги прекрасные, парки прекрасные, стадион строится. И больницы, финансирование в больнице, да, то есть закупается новое оборудование, например. Это я знаю точно, да, то, что у нас, например, в больнице новое оборудование, вот, в Арзамасе завезли, да. Я живу в Превокском районе, и у нас недавно открылся ФОК. Я собираюсь ходить туда на плавание, и я очень рада, что он открылся. Мост построил очень хорошо. У меня вот в деревне, там вот, за Линдой. Сейчас прекрасно ездить. Большое спасибо ему. Кстати, временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин прибудет в Нижегородскую область уже завтра. Но официально представлен он будет, скорее всего, в четверг.